Вот этот фельдшерско-акушерский пункт, единственное медучреждение, на все село в прогрессе проживает свыше двух тысяч человек. Помощь оказывает один медицинский работник. На одной из встреч сельчане попросили главу города решить проблему медицинского обслуживания, ведь прием ведется в трудных условиях, помещение не отапливается, а в город, в поликлинику всякий раз не наездишься. Этот медпункт стоит более 50-60 лет, он уже изжил себя, но из-за того, что нет другого помещения у нас, мы все равно как-то содержим его. Проблема была услышана. Инициативу главы города на городской сессии поддержали сочинские единороссы, и на территории сельского дома культуры заработала техника. Здесь началось строительство одноэтажного медицинского корпуса площадью 200 квадратных метров. Здесь будет расположено 8 кабинетов с различной направленностью. Техзадания по устройству этих кабинетов разрабатывало наше управление здравоохранения администрации города Сочи. Поэтому все проблемы наших врачей, все их задачи здесь учтены. Но в первую очередь учтены интересы самих сельчан. Они, узнав о будущей мини-поликлинике, сначала даже не поверили, пока сами не увидели строителей. Мы только узнали, что строят. Пришли вчера на площадку, увидели с детьми и обрадовались родителями другими. Нам вообще этого не хватало. Мы об этом, можно сказать, мечтали. Так что это для нас. У нас двое деток, у меня двое деток и вообще много деток в селе. О том, как в прогрессе началось строительство медицинского пункта и еще о строительстве ряда социальных объектов, главе города Анатолия Пахумова сегодня доложил заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Павел Терехов. До конца года поставлена задача нам освоить средства на строительство детского садика в ЛАО. Документация размещена на данный момент. Из бюджета края, из бюджета города Сочи более 50 миллионов рублей выделено. Эти 50 миллионов для начала строительства до конца года мы начинаем и осваиваем. Все стоимость садика 120 миллионов рублей. Также из бюджета города Сочи выделяются средства на продолжение строительства в школе, школы в верхней беранде. Вот, вы знаете, там старая школа в аварийном состоянии. Я знаю только одно. Мы закрываем эту старую школу и начинаем строить. Точно так. Мы приступили к строительству офиса врачей общей практики в селе Прогресс. Контракт заключен. То есть я так понимаю, что вместе с жителями Прогресс 1 декабря, максимум 5 декабря мы перережем ленточку и врач в общей практике зайдет в новый офис. Правильно? Да, Анатолий Николаевич. Точно так. Строительство и ремонт социально значимых объектов, а это школы, детские сады, больницы и поликлиники продолжилось и после подготовки к Олимпиаде. Причем с увеличенными темпами. На это город тратит порядка 70% всего бюджета и получает результаты. Жизнь горожан улучшается как критерий стабильности и увеличения рождаемости. Но об этом власти уже позаботились. В этом году завершается строительство крупного перинатального центра.